Девчонки, это река Кабль. Видите, водичка появилась. Не было воды совсем. Мы прошли дожди, снежок, и вот водичка появилась. Красивее? Видно, водичка жирная? Водичка журчит, журчит, бежит. Федеральная трасса, машины туды-суды, туды-суды. Пришли из магазина, сходили на почту, получила посылку от Поберлик. Вот, знаете, пришла посылка еще в том году, 28-го, 26-го. Мне не пришла смс-ка на телефон, не знаю почему. Не пришла смс-ка. Вчера я думала, да что такое нет посылки. А потом уже поняла в чем дело. Думаю, скорее всего смс-ки нет. Так что вот, мои дорогие, купили вот такого цыпленка охлажденного. Кстати, цыплята-то подорожали. 134 рубля теперь за килограмм. Обалдеть. И купили мяско, свининку. Сейчас покажу вам. Для супов, для борщей. Вот такая вот, с косточкой. Вот такое мяско. Взяли вот такая вырезка. Вырезка, говорю, с косточкой вот такое мяско. Мякоть, два кусочка взяла. По 220 рублей за килограмм. Вот эти два куска вытянули на 560 рублей. На 560 рублей. Вот, девочки. Взяла несколько штук помидорчиков свежих. У меня там есть помидоры. Но я сегодня собралась готовить одну вкусняшку на домашнюю кухню. Вот. Мне помидоры нужны будут. А те помидоры на салатик пойдут. Вот, девочки. Сыр купила. Тоже для рецепта мне надо сырок. Уже готовый тертый купила сыр. Такой у нас есть. Кстати, у меня тоже есть сыр. Такой же голландский есть кусочек дома сыра. Я это специально взяла, чтобы не тереть. Вот и сыр. На улице все тает. А мы с Володей вышли. Было где-то пол одиннадцатого. Шли обратно. Ну, где-то через час. И уже солнышко. И ручьи бегут. Тепло. Тепло становится. Ну, день-два все растает. Ну, самое хуже, мне кажется, четыре дня. И снега не будет. Девчоночки, я сегодня буду готовить гречневую кашу с фаршем. Кашка у меня уже варится. Кашка у меня уже варится. Вот, смотрите, кашка варится. Сейчас я займусь фаршем. Фарш у меня, здесь у меня идет свинина, говядина и куриное мясо. Три вида, значит, фарша. Сейчас я порежу лук. Порежу лук. Помельче. Обжарю лучок с морковью. Потом добавлю фарш. Получится очень даже вкусно. Чем сегодня занимаетесь, девчоночки? Как у вас настроение? Я еще собралась готовить туда попозже, к вечеру. Если будет желание, я не знаю, может даже завтра приготовлю уже на обед. Вкусный такой рецепт на свой второй канал. Домашняя кухня СССР приготовила. Мясной рецепт. Сейчас масло добавлю. Растительное. Обжарю. Макушку еще натереть. Сейчас макушку натереть. Макушку натереть. Макушку натереть. Макушку натереть. Сейчас я сажаю, пропастирую морковочку с луком. Потом фарш добавлю. Каша варится. Кашка варится, немножко подсолю. Для курочки. Ну всё, мои дорогие. Сейчас же фарш добавлю. Фарш. Пусть достаточно. Добавлю немножко чеснок, гранулированный. И добавлю немножко прованские травы. Так будет вкуснятело. Вот здесь можно перемешать. У меня фарш солёный, перчёный. Ну сейчас посмотрим, может, и немножко подсолю. Посмотрю, как она пожарится. Какой будет вкус на соль. Девочки, что вы сегодня готовите? Пишите, рассказывайте, делитесь своими рецептиками. Может, я тоже приготовлю, попробую. Крышечкой прикрою. Пусть прожарится, тормарится. Крышечкой прикрою. Вот так. Парша осталось немножко. Сейчас пакетик уберу. В морозилку. Потом можно будет как-нибудь суп с фрикадельками сварить. У меня дети любят суп с фрикадельками. Вкусненький будет. Вкусняк будет вкусняк. Ах, красота, вкуснота. Вот такая начинка, девчоночки. Меня, знаете, девочки, моя одна знакомая Угощала пирогом вот с такой начинкой. Какой пирог вкусный в духовке. Надо будет как-нибудь попробовать испечь. У меня где-то рецепт этот записан. Какой был вкусный пирог. Словами не передать. А еще можно добавить капусты. Мясо, капуста. Ой, вообще-то обалденно. Конечно, с мясом. Для мужиков-то лучше. Можно просто сделать пирог, девочки, с капустой. Потушить капусточку. И приготовить пирог. Так же будет обалденно. В духовочке. Пальточки обрежешь. Ну все, мои хорошие. Мясо у меня поджарилось. Фарш, вернее. Гречка у меня сварилась. Сейчас я добавлю в наш фарш гречку. И будет вообще все замечательно. И будет вообще все прекрасно. А эту я сейчас перемешаю кашку. Девочки, смотрите, какая вкуснота. Какая же это вкуснота вообще обалдеть. Пальчики обрежешь. Можно еще добавить масло сливочное или растительное. Девочки, это бомба. Как вкусно. Словами не передать. Я все-таки решила добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вот так. Пусть подержит. Потомиться. Очень вкусно, девчоночки. Готовьте. Готовится все легко и просто. Отвариваем гречку. Стакан гречки. Два стакана воды. Берете грамм 300 фарша любого. Лука. Морковочки. И готовите вкусняшку. Получается очень вкусно. Сытно, вкусно. И мужчинам нравится, и детям нравится такая каша. Девочки, меня просили рецепт. От шейного пустякандроза. Я там написала, одна подписчица, она меня просила. У меня есть очень хороший рецепт. Сама спасаюсь этим рецептом. Сейчас, кто добрый час сказать, не беспокоит пока. Но когда беспокоит, мне этот рецепт очень хорошо помогает. Сейчас немножко порядки наведу. И покажу вам. Расскажу вам про этот рецепт, что он из себя представляет. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои друзья. С вами ваша Елена. Радоваюсь приветствовать на моем канале. Девочки, мальчики, сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом, народным рецептом от шейного остеохондроза. Кто мучается с таким заболеванием, попробуйте. Возможно, вам так же поможет, как мне помогает. Берем одну свежую картошку, очищаем ее. Берем одну столовую ложку меда натурального. Так, и нам понадобится еще масло пихтовое. Оно подается в аптеке. Картошку натираем на мелкой терке. Картошку отправляем в любую мисочку. Добавляем одну столовую ложку меда. Если мед у вас густой, засахарился, то обязательно его на водяной бане растопите. Перемешиваем. Наше средство для лечения шейного остеохондроза готово. Я беру, девочки, кусок пергамента, сложила его вдвое. Вот так. И отправляю на этот листок картофель. Можно взять марлечку. Но она все пропитает быстро. Вот так распределяем. Надо, естественно, чтобы вам кто-то помог. Потому что самому будет неудобно. Необычно муж помогает или дочка. Или внучка как-то один раз помогала. Вот так, друзья. Распределили. И дальше, мои хорошие, прикладываем сзади участку шеи на наш остеохондроз. Сейчас фиксируем любым полотенцем махровым или любой салфеткой махровой. Фиксируем это все дело. В общем, зафиксировали, да? И еще фиксируйте каким-нибудь шарфом теплым. Ну, чем-нибудь. Чтобы у вас не съезжала ваша повязка. Желательно, конечно, в это время полежать. Держите такой компресс. Два часа. После убираете компресс. Протираете место компресса влажной салфеткой, тепленькой салфеточкой. Протерли. И смазываете пихтовым маслом. Это место компресса. Смазываете пихтовым маслом. Желательно такой компресс сделать перед сном, за два часа до сна. И ложитесь спать. И можно еще укутать место компресса, после того, как намажете маслом, чем-нибудь теплым. Можно даже положить сюда, как бы на шею, полотенце махровое. И ложитесь спать. Обычно боль проходит уже где-то через минут 20-30. Так что, мои хорошие, лечитесь. Такой компресс делайте в течение одной недели. А далее по необходимости. Но желательно, мои хорошие, проконсультироваться с лечащим врачом. Возможно, вам понадобится еще и массаж. Всем вам желаю красоты и здоровья, мои хорошие. Ну, а также пишите мне в комментариях, какими средствами, народными средствами, вы пользуетесь при лечении шейного остеохондроза. Всем спасибо за внимание. С вами была ваша Елена. Пока-пока. Увидимся. Удачи вам. Люблю вас. Субтитры подогнал «Симон»